Двенадцать часов на канале ПС. Время региональных новостей. В студии Артемий Заварзин. Здравствуйте. Слегка задержавшийся в этом году ледоход сейчас в Холмогурском районе. За сутки он приблизился к областному центру на 14 километров. Голова ледохода прошла деревню Чукчерема. Это в 76 километрах от Архангельска. На притоках Двены все спокойно. Подтоплений не наблюдается. Подход основного ледохода к Архангельску ожидается не ранее полуночи. В Архангельск прибыл министр культуры России Владимир Мединский. Глава федерального ведомства планирует посетить архангельские гостиные дворы, музей Малой Карелы, а также оценить темп реконструкции здания Архангельского театра Кукол. Ключевое событие визита – открытие мультимедийной выставки «Война и мифы». Кроме того, в рамках визита состоится презентация книги «Военная история России». Кто-то в празднике отдыхает, кто-то, как говорится, трудится в поте лица. Например, активно наводит порядок. Так, в рамках всероссийской акции в областном центре провели общегородской субботник. На массовую уборку вышли и простые горожане, и первые лица города и области. Невидимости ради, а для реальных результатов в Архангельске провели общегородской субботник. Плюсовая температура, солнце и музыка только придавали оптимизма тем, кто пришел прибрать областную столицу. Сегодня вышла администрация города Архангельска в полном составе, наши коллеги из правительства в Архангельской области, округа, все, без исключения общественные организации, юридические лица. Мы с вами видим, в каком состоянии город после зимы. Соответственно, просто нужно навести порядок. И сегодня вся страна этим занимается в рамках года экологии. Во многих, очень многих городах сегодня люди вышли и занимаются тем же самым. За лопаты и метлы взялись сотни горожан. Сначала заметно опустела от мусора набережная у вечного огня, затем аллея у памятной доски почетным жителям Архангельска. У нас агентство по спорту, у нас есть целая акция именно за чистоту города, за экологию. И поэтому сегодня такой грандиозный праздник, я думаю, что всеобщий. Это, наверное, один из первых таких этапов. А так в течение лета мы всегда проводим посадку деревьев, уборку территорий. Мы проводим практически постоянно все эти мероприятия. Как правило, они приорачиваются к таким общегосударственным праздникам, к событиям. Но в течение всего сезона, летнего, особенно весеннего, осеннего, такие вот трудовые мероприятия проводятся практически постоянно. Навели порядок на своих территориях и образовательные учреждения города. Мы друзья педагоги от Бога, только путь наш один нехорош. Педагогов в саду очень много, а на всех тут лопат не найдешь. Вот так прибраться весело решили сотрудники детского сада номер 131 «Радуга» и родители малышей. Архангелогородцы уверены, только общими усилиями можно сделать город чище. Как быть равнодушным, снег не тает, лужи детям неудобно играть. Сейчас тепло у нас, подсушит. Надеемся, ко вторнику все хорошо будет. В общегородских субботниках мы участвуем ежегодно. А так у нас субботники организуются. Вот «Сирень Победы» у нас есть такое мероприятие, оно посвященное 9 мая. Мы высаживаем кустарники по территории детско-школьного учреждения. Осенью у нас субботники организуются. Присоединились к субботнику и воспитанники 20-й школы. На данный момент времени это уже третий класс, порядка 75 человек, плюс 10 человек из сотрудника школы, около того. За моей спиной сейчас трудится 8-й А-класс с двумя учителями. Следующий общегородской субботник пройдет 13 мая. С 1 мая в Архангельской области объявлен пожароопасный сезон. Такое решение обусловлено тем, что в регионе стартовал сезон пикников и массовых выездов на природу. Отдыхающие порой ведут себя крайне беспечно. Теперь запрещено сжечь костры в хвойных лесах, под кронами деревьев, на торфяниках и в местах травяного сухостоя. Нельзя оставлять непотушенные окурки и сжечь сухую траву. Для нарушителей штрафы до 3000 рублей, для граждан и до 200 тысяч для юридических лиц. Номера горячей линии Единого лесопожарного центра 8 800 100 ровно 94 00 и 41 06 41. Приближается 9 мая. Праздник, когда мы вспоминаем тех, кто подарил нам свободу и тяжелой ценой добыл победу в страшной войне. Это и день скорби, и день радости. И радостнее еще и от того, что ныне живущим ветеранам мы можем лично сказать спасибо за их подвиг. И героям нашего материала мы сегодня тоже говорим спасибо в нашем эфире «История семьи Портовых». Счастливая семейная пара Лидии Ивановны и Василий Андреевич Портовы с радостью встречают гостей и с удовольствием рассказывают о том, как 70 лет назад молодой моряк Василий пришел подгонять по размеру форму, а Лидия вышивала обмундирование для армии Карельского фронта. Так его и пришила на всю жизнь, шутит Лидия Ивановна. База у нас была здесь в Архангельске, ну и мы тут встретились. Встретились, значит, в Архангельске, это где-то в конце 49-го года, а в 50-м году мы поженились, я еще пока служил. Это сейчас они с радостью рассказывают о своем знакомстве, как бы случайно пропуская те ужасы войны, с которыми им пришлось столкнуться. Ну что из того, что мы годом не вышли, зато доросли до стандартов войны. А тогда, в 44-м году, совсем юным 17-летним мальчишкой Василий Андреевич ушел на фронт. Воевал он в Мурманске на линейном корабле «Архангельск», тралил вражеские мины в северных морях, за что был награжден медалью за победу над Германией. А его жена Лидия Ивановна поступила в фронтовую воинскую мастерскую Карельского фронта, которая передвигалась вместе со штабом по освобожденным территориям. Ее вклад в победу отмечен орденом Отечественной войны второй степени. А когда война окончилась, оказалось, что вчерашние мальчишки и девчонки только и умеют, что воевать. В 51-м году я демобилизовался. Призвали в 17 лет, а демобилизовали в 24. А что же я умел делать? Ничего. Я только умел воевать, как говорится, и тралил мины. Это тоже продолжение войны. Демобилизовавшись, Василий Андреевич сменил моря на реки и 40 лет отработал капитаном на речных судах в Архангельске. А его жена 27 лет проработала бригадиром в городском ателье номер 9. Сейчас у Лидии Ивановны и Василия Андреевича два сына, четыре внука и три правнука. У них большая и крепкая семья. Пожалуй, единственное, о чем жалеют супруги, о молодости, которая покинула их в 18 лет. Главное, чтобы у внуков и правнуков было чистое небо над головой, говорит Василий Андреевич. Валентина Скворцова, Екатерина Исакова, Владимир Орлов. Автограф дня. Мы продолжим знакомить вас с новостями регионов. 16 часов. До встречи на канале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова